Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, Ходыштов. Ну вот решил еще поговорить на одну тему в главе Шафтим. Это еврейская армия. То есть наша недельная глава рассказывает, будешь приближаться к войне, будет война, собирай армию. И вот перед тем, когда собираешь солдат, подходишь к этому строю и говоришь несколько очень вещей, которые нам кажется на первый взгляд очень непонятны. Во-первых, все должны быть женаты. Еврейская армия это женатый человек. У женатого человека больше ответственность за семью и больше ответственность он не делает глупые вещи. То есть наверняка все, кто были в армии, знают, когда мы были молодыми, 18 лет, у нас кипит кровь, мы готовы пойти ринуться, показать, ох, мы в атаку. Нам не нужна просто так смерть, не нужно там геройство просто так. Храбрым нужно быть, геройствовать нужно только когда это нужно. Когда человек понимает, то есть нужно понимать, что это такое, да, то есть как бы тренироваться, понимать. То есть это разные темы, можно об этом спорить, можно об этом говорить. Но тем не менее человек, у которого есть за спиной семья, не будет делать глупые вещи. он еще раз подумает, он поймет, то есть он знает, за что он воюет, почему он воюет. Это одна из вещей, тем более они должны были, люди, быть с 20 лет. Еврейская армия прозывалась с 20 лет. То есть, что такое 20 лет, это не 18. 18 лет мы еще совсем-таки горячие, то, что называется горячие, готовы атаковать, готовы двигаться вперед. Это, что говорится, еврейская армия. О молодежи, 18-летней молодежи. Теперь есть еще одно понимание, там выходит весь строй, все люди, которые готовы идти в армию, им говорят, теперь тот, кто обручился с женой, но не прожил с ней год, пусть идет, то есть, как бы, тут женится, или тот, кто не прожил год, пусть он этот год проживет и веселит свою жену. Потому что, не дай бог, он умрет, погибнет на войне, и жена достанется кому-то другому. Девушка достанется кому-то другому, то есть, не замужняя, а жена, то есть, тоже, как бы, он должен первый год веселить жену. Построил дом, но не успел в нем пожить, да, первый год, то есть, тоже не успел в нем пожить, тоже, пусть встанет и уйдет. Посадил виноградник, тоже встанет и уйдет, то есть, кто-то не успел собрать плоды. И следующая фраза, коронная, да, допустим, самая любимая моя фраза, тот, кто боится, пусть встает и уходит. Интересно. Я вообще считаю, что все остальные вещи, которые говорились, говорили, чтобы люди не сильно, там, говорили, там, иногда, знаете, тяжело встать и уйти, ты боишься, но тяжело встать и уйти. Есть какая-то солидарность или еще что-то. А тут, когда не только те, кто боится, встали и уйти, да, то есть, встали и уйти, это, знаете, это когда у Рэба, да, когда Рэба что-то говорил, то человек появился пикнуть, то есть, когда он говорил, кто там не хочет, кто еще хочет, понятно, ты хочешь. Если Рэба говорит, ты это сделаешь, ты хочешь это сделать, конечно, ты сразу хочешь, да. То есть, здесь другой эффект, здесь эффект, который был возможен, что человек, кто хотел, кто боялся, встанет и уйдет. Вопрос, который мы сейчас формулируем, слушайте, если бы многие армии, добровольно-принудительные, как мы говорим, так как в России или еще где-то, им сказали, кто-то боится, пусть встанет и уйдет, то, конечно, наверное, встал бы там, вообще, кто бы тогда служил. Но почему Тора так разрешает? Потому что Тора говорит, армия должна быть высокоморальная и она должна быть большая мотивация. Если у тебя нет мотивации, если ты боишься, то ты не просто не способен быть солдатом, ты подставляешь опасности других солдатам. То есть это известная армейская, то есть военная мудрость военная, что если человек боится, он не может в состоянии выполнить приказ, он подставляет под удар всех своих друзей, подставляет под удар всех своих однополчан, подставляет под удар свою семью и все, что от него зависит. Ему дается приказ, он боится его выполнить и все. Мы смотрели наверняка много разных фильмов, мы помним там «Спасти рядового Райана», там еще что-то, когда тот не смог там убить этого немца, который потом убил другого, да. И очень интересная вещь, которую мы должны сейчас, теперь я хочу плавно уйти на немножко другую параллель. Рэбе говорил о Израиле, да, и Рэбе приводил этот пример, да, когда начали отдавать территории, да, хотели отдать территории, то начали говорить, ну, это война, мы не в состоянии воевать со всеми армиями, то есть сколько можно воевать и всякие такие неинтересные доводы, да. И тогда Рэбе сказал, во-первых, должны военные аналитики говорить, к чему приводит отдача, мы видим, к чему сейчас привела отдача, мы видим все вот эти голуби мира, которые нам снесли такие яйца, да, то есть нехорошие от этого мирного договора, что мы до сих пор страдаем и у нас гибнут люди, и мы это прекрасно видим. Но Рэбе добавляет еще одну вещь, когда они говорили, что мы не можем воевать, мы не можем, мы не можем, то Рэбе говорил, что, отвечал, говорит, что на самом деле такие люди, которые говорят, что мы не можем воевать, они запугивают весь народ, то есть они запугали часть народа, кричали, что у нас есть дети, они все погибнут, да, и кричали другие вещи. И эти люди, они убрали моральный облик армии, то есть они испортили моральный облик армии. Понятно, что армия в Израиле не хочет воевать, понятно, что армия в Израиле хочет мира, понятно, что мы, как бы, как фраза Голда Мейера, который сказал, я не прощу арабам тем, что они научили наших детей их убивать. Да, то есть понятно, что никто не хочет никого убивать, никто не хочет воевать, мы все хотим мира, но мы знаем, что мир невозможен, к сожалению, с такими людьми, которые не хотят нас слушать, условия, которые они давали, изначально они не хотели с нами разговаривать, а было бы без кем поговорить, да, то есть, но это отдельная тема, вот, и с врагами, которые пытаются нас убить, заключить мир, это практически, невозможно на их условиях, это только, чтобы мы были полностью уничтожены. И Рэмэ тогда сказал, когда генералы начали говорить, он говорит, что солдат, который, или генерал, который говорит, что сколько можно воевать, мы боимся, что мы не сможем победить их, или еще что-то, это очень простой ответ, ребята, что если вы боитесь, идите домой и не деморализуйте армию, потому что ваше поведение просто-напросто сумасшедше деморализует армию, и вы запукиваете народ, это то, что произошло, подобное произошло забугивание, если вы помните, у разведчиков, которые вернулись и начали говорить, что вот-вот-вот, мы все там погибнем, мы не сможем преодолеть Сихона, Иога и так далее, и так далее, и это закончилось чуть-чуть плачевно. И люди, которые верят, да, то есть и говорят, что победа еврейского государства, молодого еврейского государства, который был во всех войнах, да, что она, это благодаря нашей силе, благодаря нашему умению, он глубоко ошибается. Он видит, что все еврейские воины, которые были побеждены, они были побеждены благодаря, благодаря еврейской самоотверженности, в первую очередь было, конечно, благодаря вере евреев, то, что Бог спасет, поможет. Вот евреи шли, воевали и двигались, и знали, что зачастую это были неравные бои. То есть тот, кто видел все войны, любой человек понимает, что это большое-большое чудо Всевышнего, и который пытается приписать, конечно, списать. И Рэбб сказал после войны шестидневного дня, после войны судного дня, Рэбб сказал, что очень важно подчеркнуть, что еврейскому народу Всевышний сделал большое чудо. Очень важно подчеркнуть, что с нами случилось чудо, и мы очень сильно, и мы должны это чудо увидеть, и мы должны это чудо прочувствовать, мы должны запомнить и сделать нужные, надлежащие выводы. Но не всегда это запоминает, не всегда выводы делает правильные. Итак, мы возвращаемся к вопросу. Те, кто люди, которые говорят, Рэбб сказал очень важную фразу, те, кто говорят, что мир в обмен на территориях, что мы не сможем и так далее, не имеют права жить в Израиле, потому что они боятся. Раз они боятся и не считают, что мы будем побеждены, если они считают, что это опасно, тогда что они там делают? Говорят, а демориализовать других людей, как это можно? И мы видим, насколько Рэбб был прав, и Рэбб приводил как раз этот пример с еврейской армией, что еврейская армия, да, настоящая, если человек боится, он не может быть частью этой армии. Это очень опасно для всей армии. Это демориализация всей армии, и к чему она приведет, мы можем это видеть. Мы знаем, что, слава богу, современная израильская армия, ребята, которые туда идут, у них есть большая мотивация, да, они знают, что они защищают свои семьи, свои дома, свою землю, свою Тору, и поэтому надо отдать им большое должное за то, что они делают, да, то есть, как бы, я тоже был в армии, хоть немного, но был. То есть, и каждый, кто не учит Тору, он обязан быть в армии, мы должны защищать или своей учебой, если мы не можем учиться, значит, мы должны защищать своей физической силой. И это отдельная тема насчет отношения к современной армии, да, и поэтому понятно, что тот фрагмент, который Тора говорит, тот, кто боится, пусть станет и уйдет, это очень важный момент для нас, что мы должны понимать, что мы воюем вместе с Богом. Бог говорит нам, Бог дает нам силы, и именно Бог тот, кто может победить. Без Бога мы ничего. И еврейская история показала, как маленькие отряды маковеев победили большие войска греческие, мы видели, как войска царя Давида побеждали, как другие войска побеждали, и в нашей истории современной мы видим, как Израиль побеждает, как Израиль выиграл различные войны. И одну важную вещь, которую я хочу сказать, что греческий рэбб говорит, что во всем есть духовный корень, понятно. И когда мы не боимся, и когда мы знаем, за что мы воюем, Всевышний нам помогает. Но тот момент, когда рэбб говорит, что мы готовы только вести разговоры о отдаче еврейской земли, сразу начинаются теракты. У них сразу, рэбб говорит, мы отдаем нашим врагам духовные силы. Эта земля, завещанная нам Богом, подаренная нам самим Всевышним во всех книгах Танаха и в разных религиозных книгах всех религий, известно, что это земля, дарована еврейскому народу. Святая земля, на которой мы должны жить. Поэтому эта земля по праву принадлежит нам, это наш мандат на эту землю, мандат, который указан на нас в Торе. И поэтому нам нечего бояться, если у нас есть этот мандат, если мы ведем себя в соответствующее с еврейскими законами. И поэтому мы понимаем, что только благодаря Всевышнему мы можем уцелеть, оказаться в этом. Поэтому давайте защищать каждую землю, кто как может, даже не находясь сейчас в армии, даже не находясь в Израиле. Каждая заповедь, которую вы выполняете, которую мы выполняем с вами, каждая заповедь, она способствует, каждая наша заповедь способствует победе нашей армии, способствует победе нашего еврейского народа. Каждое одевание тфелин, каждое зажигание свечей, соблюдение шаббата, оно также вносит огромнейший вклад в победу нашей еврейской армии. Это общая армия, мы все связаны, и те, кто воюет на передовой, и те, кто учит Тору, и те, кто одевает тфелин и делает другие вещи. Поэтому дай Бог, чтобы наши солдаты могли защищать нашу спокойную жизнь, и Всевышний дал им огромнейшие силы. И дай Бог, чтобы уже пришел Машех, и нам не пришлось бы больше воевать, чтобы мы жили в своей родине спокойно, надежно. И всем еще раз шаббат шару.